Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня выпекаем эклеры. Эксперимент удался! Эклеры на воде и растительном масле. Какие пышные и красивые! С двумя видами крема и с двумя видами глазури. Для заварного теста нам нужны будут следующие продукты. 200 мл воды, 100 мл растительного масла, щепотка соли, 1 чайная ложка сахара, 160 г муки и 5 средних яиц. Я никогда не взвешиваю, но для вас специально взвесила. 280 г. Я в тесто куркуму не добавляю, использую домашние яйца. В кастрюлю выливаю воду, выливаю растительное масло, добавляю соль, щепотку и чайную ложку сахара. Ставлю на плиту. Вода должна закипеть. Вода закипела. Высыпаем полностью всю муку и перемешиваем. Очень удобно это делать. Лопаточка. Прям очень-очень. И где-то пару минут мы подсушиваем заварное тесто. Тем самым убираем все комочки. 2 минуты, 1,5 минуты. Ну, как у вас времени. Посмотрите. Вы должны полностью вот так все крошки, все комочки раздавить. Должно быть однородное тесто. И немножечко его подсушить. Поверьте, отличный рецепт. На заказ сделаю. Так понравились мои эклеры. Заварное тесто остудили. И теперь начинаем добавлять по одному яйцу. Одно яйцо добавили, перемешали. Второе. Можно сделать это и вручную. Раньше я так и делала. Третье. Ждем, когда яйца хорошо вмешаются в тесто. Четвертое добавляем. И последнее, пятое. Камеру не выключаю. Смотрите, какое тесто. Ничего не сыплю. Только домашние яйца. Тесто у меня яркое, желтое. Выключаем огонь. Смотрите. Вот таким у нас должно быть тесто. Стекает с лопатки. Еще раз перемешала. Отличное тесто. Такими должно быть. Теперь насадка. Звездочка 1,8 в диаметре. Одноразовый кондитерский мешок. Заполняем заварным тестом. Вкуснющее тесто рекомендую приготовить. Моя семья и гости не отличили. Вообще не заметили никакой разницы. Сказали, что это лучшие эклеры, какие я готовила. Противень взяла большой. 30 на 40. Вот именно на этот противень помещается все заварное тесто. И начинаем выдавливать. Можно делать разной формы. Можно делать, как я, продолговатые эклерчики. Можно делать круглые. Побольше, поменьше. Потом пальчиком мы это все хорошенько завуалируем. Обязательно. Пергамент не смазываю ничем. У меня хороший пергамент. Рекинг-бок с силиконовым покрытием. Здесь я сделаю немножко круглых. Выдавливаем остаток теста. И вот еще здесь, не переживайте, есть тесто. Снова накладываем в пакетик. Палец макаем воду. И вот хорошенько придавливаем. Не должно быть рваной поверхности. И еще, если у вас там сильно рвутся, донышко поднимается. В общем, мне там писали такие комментарии. Я вам отвечаю. Вообще, причин может быть много. Но больше всего неправильно выставлен температурный режим. Я, например, знаю, как печет моя духовка. У меня печет равномерно. У кого-то, возможно, снизу сильнее печет. Сверху не так. Из-за этого и получается. Где-то рвется, где-то не успевает пропечься. Нужно каждому ориентироваться на свою духовку. Заготовочки ставим в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Пока выпекаются наши эклеры, мы приготовим очень вкусный и нежный крем. Для него нам нужны будут следующие продукты. 250 миллилитров молока, 80 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 20 граммов картофельного крахмала, 1 яйцо и 200 граммов сливок жирностью 33%. Переготовление этого крема состоит из двух этапов. Сначала мы готовим заварной крем, смешиваем сахар, 1 яйцо, ванильный сахар для аромата, перемешиваем. Кстати, в этом видео подробно покажу, как наполнять эклеры кремом. Оказывается, не все умеют наполнять. Мне казалось, это достаточно легко, не сложный процесс. Но сегодня разъясню и все покажу. Хорошенько перемешали. Теперь вливаем порциями молоко и хорошо размешиваем. Как обычно, варим крем до загустения. Ставим на огонь и постоянно помешиваем. Крем, смотрите, густеет. Выключаем. Крем готов. Накрываем крем пленочкой контакт-контакт. И охлаждаем до комнатной температуры. Через 15 минут понижаем температуру до 180 градусов. И продолжаем выпекать эклеры еще 25 минут. Хочу вам сказать, если вы не допечете эклеры, когда вы достаете их с духовки, они у вас падают. Поэтому нужно хорошо их допечь. Красота! На растительном масле на воде шикарные эклеры. Смотрите, девочки, когда у вас такие золотистые эклеры, их еще рано доставать. У меня по времени они должны выпекаться еще 10 минут. Если я их сразу сейчас достану, они у меня просто упадут. Эклерчики на растительном масле готовы. Давайте подниму, чтобы было вам видно, какой низ у эклера. Напоминаю, что они выпекались при температуре 200 градусов 15 минут. И при температуре 180 градусов 25 минут. Обязательно нужно показать, какие они внутри. Смотрите, жалко было разрезать эклер. Ну, смотрите, эклерчики чудесные. Ну что, разрежем кругленький. Уже как резать, так резать. Смотрите, какая красота! Вы видите? На вкус идеальные! Не слушайте никого, что они какие-то не такие, как на молоке и сливочном масле. Поверьте, лучший рецепт! Надеюсь, вам понравилось. Желаю всем удачной выпечки! Радуйте свою семью домашними эклерами! Ведь это так просто, а главное, очень вкусно! Эклеры остывают. Выливаем холодные сливки и взбиваем в пышную масло. Готовим крем. Сливки взбили. Теперь понемногу добавляем остывший заварной крем и вмешиваем его именно лопаточкой. Вы знаете, многие сказали, заварной крем не подходит для эклеров. Другие говорят, масляный крем очень жирный. Поверьте, вот этот крем, вот идеальный, идеальный для эклеров. Вот в меру жирный. Сочетание жирных сливок и заварного крема просто идеальное. Вмешиваем. Часть, конечно, эклеров я сделаю с масляным кремом. Едем в гости в село к родителям, поэтому обязательно сделаю. Они обожают вот именно масло со сгущенкой. Поэтому это классика. Каждый готовит по вкусовым предпочтениям своей семьи. Как ни крути, а так и есть. Добавляем оставшийся заварной крем и хорошенько все перемешиваем. Сейчас вам покажу, как наполнять эклеры. Оказывается, это большая проблема. Крем даже по консистенции, что-то среднее, между заварным и масляным. Состывает этот крем хорошо в холодильнике, прям как масляный. Значит так, сначала заполняем кондитерский одноразовый мешок кремом. Не до конца заполняйте кремом, вам будет неудобно. Во-первых, это насадочка длинная, видите? Крем у нас густоват. Да, возможно, не совсем удобно наполнять этой насадочкой. Смотрите, дырочку сделали. Сделали. Хорошенько держим. И теперь выдавливаем. Туда дальше, дальше, дальше. Носиком мы направляем. Когда уже полностью вываливается крем, значит вы наполнили. Еще раз покажу. Смотрите. Делаем углубление. И сами регулируем. В одну сторону направляем. В другую сторону направляем. Вот, когда крем подошел, все. Эклер сразу тяжелее стал. Так, сейчас следующий. В одну сторону направляем крем. В другую сторону. Вот, вот. Отлично. С масляным кремом немного сложнее. Он, скажем так, твердый крем. У нас очень тонкое отверстие. Но все равно я выдавливаю. Конечно, давлю со всех сил. Честно вам скажу. И так же, когда длинные эклеры не профитроли, вы сначала наполняйте одну сторону и вторую сторону. В одну сторону направляем. Выдавили. В другую сторону направляем. Выдавили. Вот. Теперь вам покажу, как я буду наполнять длинные. Посрединке. Вдавливаем. Видите? И теперь поворачиваем в одну сторону. Вот. Заполнили. Прям чувствуется. В другую сторону. Вот. Есть. Эклер даже в некоторых местах расправился. Смотрите. В одну сторону. Прям чувствуется. Видите? В другую сторону повернули. Отлично. Это пальчиком убрали. Первую часть эклера уже заполнила кремом. Вторую часть заполняю масляным кремом. Масло со сгущенкой под видео. Пропорции. Под ссылочками спуститесь. Там будет и рецепт, и пропорции крема, и глазурь. Просили показать, как заполнить эклеры, если у вас вообще нет насадок. Только кондитерский мешок. Но тут уже все достаточно просто. Берете сбоку и разрезаете. Никто и не увидит этого разреза. Я вам отвечаю. Вот, открыли. И наполняете. И вот так склеили. Масляный крем хорошо скрепляет между собой тесто. Никто и не увидит. Снова разрезали. Открыли. Просто сильно не разрываем. И склеили половинки. Все. Теперь готовим первую глазурь. Белую. Нам понадобятся следующие продукты. 150 граммов сахарной пудры и 40 миллилитров жирных сливок. Не все сразу выливаем. Глазурь готовится очень быстро. Венчиком перемешиваем. У нас два вида эклеров, поэтому и две разные будут глазури. Я добавлю еще 20 миллилитров сливок. Не хочу слишком густую глазурь. В общем, смотрите, как вам больше нравится. От 40 до 60 миллилитров. Так, готово. С такой глазурью будет легче работать. И она не будет слишком приторной. Смотрите, все достаточно просто. Засыхает эта глазурь считанные минуты. Вот и кисточкой смазали. И все. Красота. Если немного застыло, вы там не успели, добавили 10 миллилитров сливок. И все. Второй рецепт глазури. Вам нужны будут следующие продукты. 100 граммов шоколада и 80 миллилитров жирных сливок. Сливки доводим до кипения. Жирные сливки заливаем сверху шоколада. И вымешиваем до однородности. Шоколад будет понемногу таять. Мы будем мешать. Смотрите, глазурь готова. Достаем эклеры с масляным кремом. И покрываем этой глазурью. Все так же наносим кисточкой. Помогаем, придерживаем рукой. Ну как вам? И рецепт дала. Всего. И эклера, и глазури. Теперь осталось вам приготовить. Бывает такое, что шоколад сворачивается. Мой вам совет. Добавьте пару столовых ложек растительного масла. У меня, слава Богу, все нормально с шоколадом. Я даже растапливала плиточку. Я добавляла плитку шоколада. Обычный. С магазина. Ну а что? Нужно разрезать, показать, какая красота у нас. Смотрите. Два вида крема. Масляный крем и мой нежнейший крем со сливками. Надо продегустировать. Я беру со сливками. Крем напоминает подтаявшее мороженое пломбир. Отличный. Ну а масляный крем, он и в Африке. Масляный крем со сгущенкой. Готовьте вместе со мной. Эклеры, во! Эклеры сказочно красивые. И поверьте мне, очень вкусные. Рекомендую приготовить. Надеюсь, видео было понятно. Желаю всем удачной выпечки. И хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. С вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok